Всем привет дорогие друзья! Сегодня я буду готовить по рецепту своего любимого дрожжевого теста. Однажды этот рецепт уже давала, но я по нему готовлю очень часто и очень разные вещи. В этот раз у меня будет вот такой вот замысловатый и красивый хлеб, который будет чесночный. Прекрасно из этого теста готовятся помпушки, к борщу вообще замечательные, к свекольнику, вот просто супер. И из остатков теста я еще буду готовить пирожки. Пирожки у меня здесь будут с картошкой и с грибами. Этот рецепт действительно универсален и по нему можно приготовить все. И киш любой, и любые другие разные выпечки из соленого теста, которые вам нужны из дрожжевого. Для начала у меня здесь дрожжи и сахар. Я их буквально секунд 30 перетираю вместе. И они вот так вот моментально растворяются и становится вот такая вот жидкая масса. Добавляю сюда теплую воду, где-то градусов 30-35, она у меня температурой подогрета чуть-чуть в микроволновке. И от общего количества муки отсыпаю несколько ложек. Буквально сюда нужно 3-4 столовые ложки муки. Все хорошенечко перемешиваю. Я буду готовить на полторы порции, потому что у меня, повторюсь, еще будут пирожки. И очень такая большая буханочка хлеба. Перемешала. Отставляю в теплое место минут на 10, для того, чтобы дрожжи просто активировались. И начинаем готовить дальше, как только у нас появилась вот такая вот пенка сверху. Значит, что дрожжи начали работать очень быстро, сразу. И начинаем добавлять туда уже муку. Всю муку сразу не всыпайте, потому что у всех мука разная, и вам может понадобиться меньше муки, чтобы ваше тесто не было забитым. Я вот оставила где-то около 100 грамм муки. Добавляю сюда соль. Пару раз ложечкой немножечко перемешаю, для того, чтобы просто разрыхлить вот эту массу. И буду добавлять масло. Можно просто обойтись подсолнечным маслом. Можно добавлять сюда, как я сейчас буду, смесь масел. У меня здесь будет кокосовое и обычное, без запаха, рафинированное масло. Кокосовое у меня тоже рафинированное, для того, чтобы оно не давало никакого аромата. И подсолнечное вот. Можно добавить пополам со сливочным маслом растопленным, только чтобы оно было не горячее. И начинаем уже замес. Больше нам для этого теста не нужно ничего. Чуть-чуть перемешаем ложкой. Когда нам станет неудобно замешивать ложкой, переходим на стол. Слегка припыляем его остатками муки, которая у нас осталась. И замешиваем тесто. Повторюсь, не пытайтесь сразу вмешать всю муку, чтобы тесто у нас получилось мягким и эластичным. У меня не ушла вся мука. Я буквально вот только подпылила и больше я муки не добавляла. Тесто нужно вымешать где-то около 5 минут, для того, чтобы в нем развивалась клейковина. Мы ее как бы растягиваем. И получается вот такое вот эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Руки, видите, чистые у меня. Там достаточное количество масла, чтобы оно не липло и к столу. Вот такое вот тесто у нас получается. И мука, вот что у меня осталось. То есть у меня не ушла вся мука. Теперь возьму посудину, в которой я замешивала тесто. Смазала ее тоже подсолнечным маслом. Укладываю в нее тесто, накрываю влажным полотенцем и отправляю подходить в теплое место на час. Обязательно накройте влажным полотенцем. Спустя час мое тесто поднялось в 4 раза. Я его осаживаю немного. Не вымешиваю, а именно осаживаю, слегка прижимаю. Для начала я налеплю пирожков. А из остатков теста уже сделаю хлеб. Я беру маленькую лепешку. Я думаю, уже все знакомы, как лепить пирожки. С этого теста замечательные пончики с начинкой получаются. Ну, покажу. У меня здесь просто осталась начинка. Я делала вареники с картошкой, с грибами. И у меня осталась начинка. Поэтому, собственно, я решила сделать дополнительную порцию теста. Чтобы доделать свою начинку. Защипываем такой, как вареничек. И в поперек еще раз делаю защипы, чтобы у нас нигде ничего не расходилось. Приплюскиваю. И отправляю на стол. Пускай они у меня пока все полежат. Пока остальные я долеплюсь. Затем их уже можно жарить. Либо подождать минут 15. И чтобы они чуть-чуть подошли. И потом жарить. Жарим тоже на растительном масле. Как вам нравится. Либо на кокосовом. А оставшееся тесто я подкатываю в шар. И буду его делить. Мне нужно разделить его на 8 частей. Примерно, конечно. Можно, конечно, накрутить обычных шариков. Сложить форму. И у нас получится как простые помпушечки. Но я буду делать такую большую буханочку хлеба. После того, как мы разделили тесто на 8 частей. Из каждой части нам нужно скатать колбаску. Длина произвольная. У меня получались они где-то сантиметров под 30-35 в длину. Все наугадки. Если что, походу их можно, конечно же, подтянуть. Вот такие вот колбаски. И катаем их 8 штук таких. Забыла сказать, что стол у нас предварительно чуть-чуть я смазала тоже растительным маслом. Для того, чтобы и колбаски хорошо катались. И руки, вы видите, у меня немножечко блестят. Потому что тоже смазаны. Чтобы не добавлять никакой муки. Приступаем к складыванию нашей булочки. Я не знаю, как это правильно объяснить. Просто наблюдайте за тем, что я делаю. Все на самом деле очень просто. И складывается она очень просто. Я сложила 4 полоски рядышком. Затем беру 2 полоски и кладу их практически по центру. С одной полоской делаю перехлёст. И теперь с другой стороны, только противоположную полоску делаю перехлёст. Затем набрасываю одну на вторую. Я вот здесь в последней немножечко неправильно их перехлёстнула. Но это не принципиально. Потом делаем следующий перехлёст. Та, которая у нас выходит снизу полосочкой, ее закидываем наверх. И теперь нужно просто спрятать кончики нашего теста, чтобы они не выглядывали. Подгибаем их под низ. Посмотрите, какая красивая у нас плетёнка получается. Конечно, такого же плана можно делать плетёнку и с маком, с разрезанными полосочками. Это будет очень красиво. Посмотрите, маленькая булочка, она меньше моей руки. Отправляем её подходить тоже на час, на расстойку. Желательно её чем-то накрыть. Я накрыла той же посудиной, в которой у меня подходило тесто. Она довольно большая. Можно отправить в форму подходить. Тогда она будет больше подходить высоту у нас, конечно. Посмотрите, какая сейчас будет большая булочка. Она прям воздушная. Она была меньше моей руки. И сейчас вот как она увеличилась. Она вырастает тоже практически в 4 раза. И в высоту, и в ширину. Поставила я свой хлебушек печься. Вначале поставила на 200 градусов его на первые 10 минут. И затем убрала мощность где-то до 170 градусов духовка. И до готовности, до слегка золотистой корочки. Приготовлю пропитку, пока печется мой хлеб. Я 3 зубчика чеснока измельчила. Добавляю сюда зелень. У меня здесь был замороженный укроп. Можно, конечно же, свежий добавлять. И теперь к чесноку и к укропу добавляю кипяченую, но прохладную водичку. У меня здесь 3 столовых ложки водички будет. И теперь добавляю сюда еще 2 столовые ложки растительного масла. Оно придаст и глянец нашей булочке. И благодаря растительному маслу лучше раскрываются масла, которые находятся в чесноке. Перемешали и пускай настаивается. И получится у нас такая именно ароматная чесночная настойка, которой мы будем сверху пропитывать хлеб. Вот такая вот красота у нас получается. Зеленая. Посмотрите, какой у меня хлеб получился. И теперь кисточкой равномерно я смазываю наш хлеб. Мне показалось, что немножко даже многовато. Я обычно такое количество делаю, если пеку обычные булочки чесночные. Тогда этого количества вполне достаточно, потому что их получается очень много, целый противень. А так как это хлеб, буханка, я решила не использовать всю жидкость, чтобы хлеб сильно не размокал. И поэтому остатками своей чесночной пропитки я пропитала пирожочки. Было очень вкусно на самом деле. Чесночные пирожочки с картошкой и с грибами оказалось очень вкусно. Посмотрите, какой блестящий и красивый хлебушек у нас получился. Вот такой вот глянец у него, благодаря тому, что сверху он покрывается растительным маслом, а ароматная водичка немножко впитывается вовнутрь. Обязательно пропитываем горячий хлеб. Точно так же сверху я немножечко пирожочки помазала этим. Хлеб получается равномерно пористый, вот такой вот очень красивый в разрезе. Я его вот так разрезала вам, чтобы показать, но на самом деле обычно мы просто его вот так ломаем. Он еще горячий, очень ароматный, мягенький-мягенький, пружинящий и очень воздушный. Обязательно попробуйте, это нереально просто. Не забывайте, конечно же, поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!